Приветствую вас. Давайте мы с вами начало попробуем определить так. Ага, вот вы говорите, что как перезиджат выпуск будем, если он сказал, что вы изменили все. Давайте для начала сразу же расставим приоритеты. То есть, что это значит? Приоритеты следующие. Вы больше всего переживаете по поводу чего? По поводу того, что, например, вы расстались со своим мужчиной? Или в большей степени по поводу того, что он вас, по сути дела, оклеветал? Вы же подумайте, что для вас все-таки важнее, я бы даже сказал, значимее. Что для вас больше значимы здесь. Именно в этом аспекте. Подумайте. Постарайтесь определить именно свои, так скажем, приоритеты. И когда вы со своими приоритетами определитесь, то уже можно будет с этим что-то делать. Что? Ну, например, если вы, допустим, не можете пережить именно разлуку со своей мужчиной, то это, в первую очередь, ваши потребности, ваши желания, ваши установки, довольно-таки узкие, потому что люди все-таки расходятся, расходятся. И страхи. То есть, вы чего-то боитесь в контексте разлуки со своим мужчиной. Например, вы боитесь, что никого больше не встретиться. Кроме него. И что только он вас, например, любит и любил. И что только с ним вы будете, можете быть счастливы. И здесь, помимо, помимо вот идеализации, есть еще и такой момент, что вы боитесь, значит, боитесь, что никогда больше не испытаете такого вот счастья, такой радости от отношений. Друзья, значит, если вы переживаете по поводу того больше, что человек вас, допустим, именно оклеветал, то есть именно это вас больше задевает, то в таком случае давайте подумаем, что заставило его это сделать. Просто размыслите на эту тему. Почему он не смог с вами спокойно расстаться? Почему ему нужно было обязательно вас отклеветать? Для чего? Чтобы принизить. А для чего ему нужно принизить? Чтобы выставить себя жертвой. А потому что человек не готов нести ответственность за свои поступки. Человек не готов отвечать за свои действия. И именно поэтому он и прикладывает ответственность за вас. Человек не может, не желает признать того факту, что разлуков что-то случилось. И что разлуку нужно воспринимать как, конечно, не самое приятное событие в жизни человека, это понятно. Но все же вместе с тем, это естественно. Люди расходятся. Такое бывает. И подобное нельзя отрицать. А ваш мужчина это именно и делает. Он отрицает. Он отрицает очевидно. И теперь вам осталось только для себя увидеть. Увидеть, так скажем, подлинный, может быть даже истинный облик. Облик человека, который может поступить с вами вот так. Вот вы постарайтесь увидеть образ этого человека. Вы постарайтесь понять, что за человек может так поступить, например, с вами. Просто подумайте, какой мужчина, какая личность, какие ценности человеческие, да, могут позволить вот так с вами поступить. И подумайте, а стоит ли этот человек того, чтобы из-за него переживать? Конечно, в клевете есть еще и другие моменты. Ведь клевета это всегда, собственно говоря, воздействие на других людей. То есть мужчина, получается, о вас распространил некоторую информацию негативную. В следствии чего именно о вас, у других людей стало меняться мнение. Ну то есть вы могли увидеть, например, в людях в большей степени там пренебрежение, осуждение, негатив какой-то, да, и так далее. Это вот такие вот очень неприятные моменты. Давайте подумаем здесь так. Люди, которые вас знают хорошо. Люди, которые знают, что вы за человек. Как вы думаете, эти люди поверят в то, что им рассказал ваш муж? А самое главное, почему они, эти люди, должны, вообще-то говоря, верить вашему мужу? Хотя о таком обычно не рассказывают. Такое обычно пытаются скрыть, замолчать, а ваш муж, он об этом говорит. Так вот, старайтесь, пожалуйста, подумать. Люди, которые так восприняли то, что он о вас, например, рассказал, что эти люди дорожат вами. Эти люди знают вас, у этих людей, что, главное, есть свое мнение. Есть у них своя голова, которая позволяет им выстраивать собственное представление о том, что произошло. Или эти люди просто берут и, условно говоря, значит, ну, как вам сказать, просто берут и принимают сведения, сведения, причем неподтвержденные сведения ничем на веру, и все. То есть эти люди готовы изменить свое мнение о вас только потому, только потому, что кто-то рассказал им про вас нечто негативное. Вот вы подумайте, пожалуйста, чего стоят такие люди, и стоят ли они чего-то вообще. И, поскольку это уже произошло, поскольку это уже случилось, то постарайтесь воспринять, давний факт, как фильтр. Фильтр чего? Фильтр своего собственного окружения. То есть, смотрите, люди оказались перед выбором. либо поверить вашему мужу в том, что вот он рассказал, либо поверить вам, ну, или оставаться верным вам, верными вам. И, соответственно, соответственно, если люди поверят не вам, а, например, вашему мужу, то получается, что эти люди никогда вам не доверяли. Эти люди никогда вам и не верили. И получается, что эти люди все были просто-напросто личными. Ваше окружение, их, этих людей, быть просто-напросто не должно было. Но они были. И все. Так разве не является, разве не является чем-то хорошим? Вот тот факт, что этих людей с вами больше нет. Вы постарайтесь об этом подумать? Как ли много вы потеряли с уходом этих людей? Как ли много вы упустили, если люди готовы поверить в то, что вы можете изменить? своим мужем, например. Вот, размыслив так, я уверен, что вы придете к выводу о том, что подобный круг-круг людей вам не нужен. И подобный круг людей не является теми желательными элементами в вашем окружении, которых вы хотели бы видеть. Потому что на этих людей чисто объективно нельзя положиться. на этих людей нельзя рассчитывать, получается. Но если бы, вот это главный момент теперь, если бы вы не получили бы вот такого результата, который получился, если бы не было этой клевиты, вы бы не смогли никогда бы узнать, кто, как к вам относится. да, безусловно людей вокруг вас станет меньше. Но те, кто останется, те, кто не уйдет, те, кто послушает вас, а не вашего мужа, как человека обиженного. Да? Эти люди будут с вами судьи, скорее всего. И на этих людей можно будет действительно положиться. и вот подумайте, как ли ваш муж вам навредил. То есть, он, безусловно, хотел вам навредить. Это понятно. Он, безусловно, хотел это сделать. Но получилось ли у него, вот в чем вопрос. Получилось ли у него вам навредить? И, по моему мнению, нет. Наоборот, он вам принес пользу. Он показал себя, как он есть. И, вместе с собой, он спровоцировал людей показать себя, какие они есть для вас. Разве это не здорово? Или вы предпочитаете жить в иллюзиях? Подумайте об этом, пожалуйста. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!